Достойный достойных! Как сегодня в Сургуте обстоит ситуация с переселением из домов для жизни непригодных? И сколько нужно еще потерпеть, чтобы получить капитальные квадратные метры? Обсудим это сегодня в телевизионном обзоре новостей. Здравствуйте! Каким был тон уходящей недели, знают корреспонденты службы информации и телерадиокомпании Сургут Интерновости и я, Дарья Давыдова. А вот еще темы, о которых мы поговорим в этом выпуске. Все госзакупки через интернет. В июле сфера распределения госзаказа полностью уйдет в сеть. Что это сулит российским предпринимателям, выяснил Дмитрий Подлесной. Ужесточение техосмотра. Новые поправки в законодательство уже вступили в силу. С какими недостатками автомобиль не пройдет диагностику? Какие штрафы грозят за отсутствие страховки? И чем может обернуться ужесточение контроля в сфере прохождения технического осмотра для добросовестных водителей? Об этом расскажу я, Дмитрий Круковец. Еще не идеальные руководства спортшколы «Олимп», которые эксплуатируют новый 50-метровый бассейн с головой погружены в проблемы объекта. Дело в том, что после фактического ввода спорткомплекса остались вопросы к некоторому оборудованию. Пока не подписан этот акт приемки, бассейн не может начать работать на полную мощность. О проблемах, их решении, мнении спортсменов и обычных горожан Наталья Степанова. Найден жив. Зачем отряду поиск пропавших детей с Ургута свое помещение? На что добровольцы потратили грант, который они выиграли на премии «Гражданская инициатива»? И что нужно для того, чтобы стать волонтером объединения? Об этом в интервью расскажет Андрей Иткулов, руководитель отряда. С 1 июля вступят в силу поправки в 44-й федеральный закон, в рамках которых абсолютно все государственные закупки будут проводить исключительно на электронных площадках. Конкурсы документов и предложений, которые несколько лет были превалирующим вариантом, уйдут в историю. По данным управления Федеральной антимонопольной службы, новые, единые правила позволят нивелировать варианты предварительного сговора. Все данные на электронных площадках зашифрованы, заказчик и подрядчик не видят друг друга до финального этапа. Однако независимые эксперты менее оптимистичны в прогнозах, даже интернет-формат можно при необходимости обойти. Более того, для усовершенствования процедуры госзаказа необходимы кардинальные перемены не только в техническом плане. Дмитрий Подлесной продолжит тему. Вопросе госзаказа. Главное не процесс, а результат. Такой общий посыл российских предпринимателей слышится на всех форумах и дискуссионных площадках уже не первый год. Задача по привлечению бизнесменов к реализации нужд госаппарата решается, подряды выделяются, только вот заявиться на них и выиграть сложно. На этой неделе в своем послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин вновь напомнил подчиненным, что барьеров для предпринимателей в государстве много и их надо снимать системными решениями. Нужно все сделать, чтобы зачистить это пространство. Добавлю, что активное внедрение цифровых технологий и платформ позволит последовательно идти к повышению прозрачности и обелению экономики. Цифровые технологии призваны обелить и процедуру госзакупок. С июля вступят в силу поправки в 44-й федеральный закон. Абсолютное большинство муниципальных и государственных аукционов перейдут в электронный формат. В Сургуте, к примеру, к таким стандартам рынок приучать начали еще в 2011 году. В последнее время конкурс документов с многостраничными томами заявок в нашем муниципалитете применяют редко. Бумажные процедуры у нас занимают небольшой удельный вес. Если брать бумажные и небумажные процедуры, то конкурсы, которые нам заявки подают на бумаге, составляют у нас всего до 3,5%. И этот удельный вес у нас на протяжении нескольких рядов лет сохраняется. Очевидно, что все эти сотни, а то и тысячи страниц сначала кто-то готовит к отправке, а потом уже проверяют специалисты госаппарата. Вся эта система из тысяч людей требует соответствующей оплаты, затраты на которую в итоге падают на стоимость товаров и услуг. По оценкам экспертов, вся сфера госзакупок в ее нынешнем виде делает дороже предмет любого торга на 30%. Причем говорить об эффективности этих сверхзатрат не приходится. Два сотрудника занимаются только заполнением бумаг, непонятных зачем. Просто ксерят и ксерят эти протоколы заполняют. У нас на бюджетное учреждение или какой-то департамент, где будет 100-150 человек занятых, 6 человек будут заниматься только госзаказом. Во всей стране уже 900 тысяч человек занимаются госзаказом. Большую часть выполняют какую-то нудную работу, либо специализируются на подаче этих жалоб. Это, конечно, нужно менять. Нужно результат ставить вперед. Но не нужен этот процедурный контроль. Либо процедура, либо результат. По сути, сложилась ситуация, когда процедура госзакупок функционирует ради процесса, а не результата. И перевод в безальтернативный электронный формат взаимодействия чиновников и бизнесменов эту проблему хотя бы частично снимет. При регистрации на интернет-площадке подрядчик один раз загрузит свои уставные документы. И они будут автоматически использоваться по необходимости. Печатать, заверять у нотариуса и прошивать кипы бумаг больше не придется. Один раз собрать пакет документов и уже потом на все процедуры, на каждый аукцион не нужно будет собирать отдельный пакет документов. Это заказывать в налоговой выписку, подтверждать полномочия руководителя, прикладывать устав в бумажной форме. Бизнес-сообщество приветствует любое решение государства, направленное на упрощение процедур. Правда, предприниматели, следя за инновациями Запада, отмечают, что совершенствовать надо всю сферу в целом. Проблемы медленного роста экономики и деловой активности сокрыты не только в отсутствии должной цифровизации. Именно поэтому нынешние поправки в закон прорывом уж точно не называют. Да и заявленное исключение коррупционных факторов или вариантов предварительного сговора перевод процедуры в интернет может не достичь. Ведь все зависит не от количества глаз, следящих за закупкой по мониторам, а от качества самой документации. В любом случае ключевыми является компетенция той организации, которая берется за выполнение этой услуги, а также техническое задание, на основании которой проводится тендер. На самом деле есть, например, уникальные продукты, которые делают одна-две организации во всей стране. И понятно, что, наверное, техническое задание будет под эти продукты. Действительно, в техническом задании могут быть прописаны завуалированные барьеры для широкого круга подрядчиков. Но тут палка от двух концов, говорят эксперты. Закон строго ущемляет и права заказчика в части проверки участников конкурса. На электронной площадке заявиться на конкурс смогут абсолютно все предприниматели от Калининграда до Владивостока. Но сможет ли построить дорогу вовремя и качественно в условной Самаре автодорожник из Магадана? И вообще, существует ли он? Это остается большим вопросом для чиновников вплоть до исполнения контракта. По способам своих закупок не дает возможности сделать. Значит, что такое цена-качество? Вы сначала должны посмотреть, что за производитель это делает. Кто он, что он, имеет он за собой что-то. Ну, допустим, дорожные работы, техника есть или нет. По 44-му закону это все запрещено. Вы не можете выбрать, вы не можете сделать такую квалификацию. Даже квалификации, которые можно сделать по 44-му закону, которые начинаются почему-то с 50 миллионов рублей, а до 50 квалификации не надо. То есть вообще. То там эта квалификация тоже ограничена. И ФАС строго следит за тем, чтобы никто не смотрел эти производственные помещения, там еще что-то и так далее. Во многом из-за этого некоторые контракты попросту не исполняются. Фирмы, конечно, попадают в список недобросовестных подрядчиков. Но кому от этого легче, результат ведь не достигнут. Поэтому вслед за технологическими решениями закону о госзакупках необходимые поправки содержательные. Настало время, когда наряду со стоимостью большее внимание необходимо уделять и качественным показателям. Тогда и экономика начнет развиваться, и бюджетные рубли станут тратить эффективнее. Дмитрий Подлесной, Вячеслав Ширкунов. Специально для телевизионного обзора новостей. Экономику нужно двигать вперед, конечно, и для решения социальных вопросов, которые, кстати, в послании Владимира Путина федеральному собранию заняли львиную долю времени. В частности, глава государства говорила жилье. Например, президент рассказал, что в прошлом году в России было выдано около миллиона ипотечных кредитов. В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10%. Путин отметил, что нужно стремиться к 7%. И это точно. Впрочем, остаются в нашей стране, в Югре и в Сургуте категории населения, которые не подтянут ипотеку. Хотя бы в силу возраста им никто не даст жилищный заем. А что, если этим людям еще и обещали предоставить квадратные метры, потому что они живут в аварийных домах? Поговорим об этом прямо сейчас с депутатом городской думы Василием Птицыным. Василий Иванович, я вас приветствую. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о ситуации, которая сложилась в ПСО-34, вот в конкретно 35-м доме. Ну, на сегодняшний момент ситуация в данном доме, я бы сказал, она критична. Она критична, начиная с 2012 года, когда этот дом был признан непригодным для проживания. Соответственно, было вынесено соответствующее решение комиссии, которая это установила. Была сделана экспертиза соответствующая. И жильцы данного дома были признаны нуждающими в улучшении жилищных условий. На сегодняшний момент, спустя 6 лет, этот дом продолжает, скажем так, оставаться в том виде, в котором он есть. Скорее всего, еще более ухудшился, почему прошло 6 лет. И, скажем, на сегодняшний момент, по моему глубокому убеждению, будучи посетив этот дом, который находится в моем избирательном округе, можно сделать вывод, что он требует незамедлейшего расселения. И иначе просто будет дальнейшее нахождение в нем жителей просто небезопасно для жизни и здоровья. ПСО очень активно переселяли в связи со строительством Восточной объездной. Как-то получилось, что этот дом обошли вниманием, скажем так? Ну, здесь обоснование самое простое, которое существует. Просто этот дом не попал к границе красных линий на самой дороге. Но при этом для меня очень странным и удивительным остается тот факт, что по санитарным нормам, которые составляют 50 метров от проезжей части, этот дом значительно ближе находится к проезжей части и его изначально не расселили. А кто там живет в этом доме? Вы говорили, были на месте, познакомились же наверняка с жильцами. Да, конечно, там живут, ну, прежде всего, люди уже преклонного возраста, которые, скажем так, отдали в самые лучшие свои годы строительство Сибири. Там живут среднего возраста люди с детьми, с малолетними детьми. И самое, что парадоксально, они не видят выхода сложившейся ситуации на сегодняшний момент. Вы наверняка уже делали запрос в департамент городского хозяйства. Это их вопрос, их полномочия. Что там отвечают? Ну, не то, что я делал запрос. Мы общались с руководителем департамента городского хозяйства. На сегодняшний момент ответ один, он однозначен. Денег нету, ждите расселения. Как же тогда быть в этой ситуации? Как ее можно решить, на ваш взгляд? Знаете, на самом деле, я думаю, что его можно решить банальным, простым, наверное, способом, желанием помочь данным людям. Причем, может быть, не сразу всем, но обратить внимание на то, что там люди живут уже, как я сказал, преклонного возраста. Им уже далеко за 70, кому-то даже 80. И, если честно, мне в глубине очень больно, когда заходишь к человеку в 80 лет, у него стоит электромагнитный кардиостимулятор, и ты понимаешь, что на сегодняшний момент это люди больные, а еще добавляется фенол. Соответственно, надо как-то им помогать. Помочь может администрация. Тем более, все основания для этого есть. Жилищный комплекс, жилищный кодекс еще никто не отменил. В случае нахождения в такого рода доме, администрация вправе вне очереди предоставить жилье, исходя из того, что это просто угрожает жизни и здоровью. Ну, и что же тогда делать все-таки? Собирать документы, идти в суд или пытаться решить вопрос полюбовно? Ну, или сидеть и ждать, пока к тебе счастье само в дверь постучится? Нет, ну, я не думаю, что нужно ждать. Кто стучит, тому, наверное, открывают дверь, да? Поэтому не случайно мы здесь затронули эту тему. Я думаю, что после выхода сюжета возможно разрешение ситуации и, возможно, администрация города Сургута все-таки найдет некие резервные квартиры, когда можно будет предоставить, по крайней мере, данному гражданину. Ну, средства-то наверняка есть в бюджете и города, и округа на эту проблему и деньги. Я более чем уверена, что запланировано. Ну, давайте исходить из того, что расселение с такого рода жилья граждан, оно осуществляется согласно распоряжению администрации города Сургута. Там существует определенный график, который расписан на года, и, по-моему, он до 2023 года. Соответственно, и деньги под эту программу, они предусмотрены. Осталось только подождать время. Сколько дадим, может быть, времени тогда в таком случае? Будем следить за развитием событий, но понятно, что такие вопросы с кондачка не решаются. Ну, знаете, сколько дадим времени, понятие, конечно, абстрактное, можно сказать, вчера, но хотелось бы, конечно, надеяться, чтобы при поступлении денежных средств был оперативно проведен конкурс на покупку квартиры и в первоочередную очередь были, ну что ли, отмечены те граждане, которые находятся в преклонном возрасте, чтобы им в первоочередную очередь были предоставлены данные жилье. Будем следить за развитием событий. Спасибо. Спасибо. Василий Иванович. Сегодня в студии телевизионного обзора новостей был Василий Птицын, депутат Думы Сургута. А каким был тон этой недели, мы продолжим рассказывать через мгновение. Не переключайтесь. Российским автовладельцам стоит приготовиться к новым требованиям и нормативам при прохождении технического осмотра. Отныне запрещается эксплуатировать машины с разным типом зимних шин, пленкой на фарах, а также без аптечки. Мы попытались выяснить, с какими дефектами ТО не пройти ни при каких условиях. Сколько водителей успешно получали заветный талончик с первого раза раньше, когда эту функцию контролировала госавтоинспекция? И понесут ли ответственность недобросовестные сотрудники пунктов осмотра транспортных средств за, например, дистанционную продажу ТО? Дмитрий Круковец ответит на эти вопросы. Новые поправки вступили в силу в середине февраля. Помимо всех предыдущих исследований, которые должны были проводиться с авто перед выдачей диагностической карты, добавился и ряд новшеств. Например, стеклоочистители и стеклоомыватели должны быть полностью исправны. Не пройдут техосмотры машины с любыми дефектами в рулевом управлении. Не допускаются неисправности в гидросистеме. Удивительно, что таких требований не было раньше. Вся ходовая часть, это все рулевое управление, это вся подвеска автомобиля, она вся должна быть всегда в хорошем состоянии. Потому что малейшая какая-то деталь может за собой повлечь большие обстоятельства, которые никому не нужны будут. Обязанность содержать автомобиль, который является техническим средством повышенной опасности, целиком и полностью лежит на его владельца. Тянуть с заменой жидкости не стоит. Это пагубно сказывается на важнейших системах машины. А комплексные профилактические осмотры на СТО специалисты рекомендуют проводить хотя бы пару раз в год. На СТО-то понятно, там возишь регулярно, то есть если там масла, фильтра, там ремни, как бы там понятно, их лучше сразу поменять, чем потом что-то такое, ну вытечет большое. А если там что-то по двигателю, там, ну такие крупные, ну понятно, ты же там не эксперт, откуда ты знаешь, надо их, не надо. Вот. Сломалось и поехал. Новые поправки регламентируют и то, что все автомобильные покрышки должны быть одинаковыми. Не выдадут диагностическую карту и в том случае, если фары грязные или на них нанесена какая-либо пленка или краска. Вернулись законодатели к старым требованиям в области наличия в машине знака аварийной остановки, огнетушителя и аптечки. Сейчас серьезность требований при прохождении осмотра напоминает то, как за состоянием транспортных средств следили дорожные полицейские до того, как эту функцию у них забрали. Судя по той статистике, которую мы вели, с первого раза вообще проходил очень маленький процент, он составлял где-то порядка от 20 до 30 процентов транспортных средств, которые действительно приезжали на техосмотр уже в конкретно бесправном состоянии. То есть, как помните, да, это были аптечки, знаки, аварийные остановки, огнетушители и так далее и тому подобное. Сейчас ГИБДД проводит осмотр транспортных средств в двух случаях. Либо при постановке, либо при снятии машины с регистрационного учета. Полицейские обращают внимание на соответствие идентификационных номеров транспорта, предъявленным документом и конструктиву авто. Техническое состояние транспортного средства, да, на него обращают внимание инспектор в связи с тем, что водитель, управляя транспортным средством, приехал на пункт технического осмотра, да, и он как водитель несет административную ответственность за данные нарушения. Но какие-то технические проблемы с транспортом, то есть тот перечень неисправности, да, при которых запрещена эксплуатация, он не влияет на решение инспектора о постановке автомашины на регистрационный учет. Водители уверены, что ужесточать нужно даже не столько набор критериев осмотра, сколько сам факт прохождения ТО. Не секрет, что диагностическую карту можно приобрести даже дистанционно. В интернете десятки сайтов, которые выдают документы, даже вносят его в единую базу. «Потому что у нас могут пройти техосмотры вообще любые машины, по-моему. Неважно, они поломанные, ездящие, исправные, неисправные, любые. Смотрите, на каких ездят без техосмотра, как. Конечно, надо. Усилить контроль состоянием автомобиля на состоянии рулевых, рулевой рейки, вот такое, потому что много транспорта ездить как бы проходит фиктивно». Сейчас техосмотр или диагностическая карта привязана к страховому полюсу ОСАГО. То есть, оформить автогражданку без документов о прохождении ТО не получится. Предусмотрена и ответственность для тех, кто проводит диагностику за фиктивную регистрацию и выдачу документа такому автомастеру грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Однако есть и обратная сторона медали. Вряд ли владельцы тех машин, которые еле ездят, массово ринутся ремонтировать своих железных коней. Дешевле будет платить штрафы, а значит и риск того, что добросовестный водитель попадет в аварию, где виновником будет тот, у которого полюса нет, станет намного выше. В таком случае взыскать ущерб нужно будет уже не со страховой компанией, а с виновника. И это другая и очень длинная история. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Денизонов. Специально для телевизионного обзора новостей. Прямо сейчас мы прервемся на небольшую паузу. После продолжим рассказывать, каким был тон уходящей недели. Оставайтесь с нами. Я приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Каким был тон уходящей недели, знают корреспонденты службы информации «Сургут Интерновостей» и я, Дарья Давыдова. Конкурс на лучшее название 50-метрового бассейна продлили. Прием заявок будет осуществляться теперь до 1 апреля. Организаторы отмечают, что победитель получит благодарственное письмо и бесплатный семейный абонемент сроком на 1 год. Лучший вариант будет записан в учетные документы объекта и будет красоваться на вывеске. Положение о конкурсе размещено на сайте Сдюшор Олимп. В нем указаны требования к названию, например, креативность, легкость восприятия, уникальность и значимость для нашего города. На сегодняшний день в адрес организаторов поступило больше 20 заявок. В основном все предложенные сургутянами названия связаны с темой воды. Предлагают горожане и свои пути решения недоделок, которые все еще остаются на объекте, несмотря на то, что фактически он был введен в эксплуатацию 2 месяца назад. Хотя руководство спорткомплекса, в общем, о проблемах в курсе, их решением занимается постоянно и просит население немного потерпеть. Наталья Степанова знает, когда все недочеты будут устранены, за чьи счеты, что ждет Сургут спортивный после их ликвидации. Два месяца прошло с того момента, как спортивный комплекс с 50-метровым бассейном, а так официально называется это учреждение, был принят в эксплуатацию. Без недоделок и спорных ситуаций не обошлось. Например, сегодня с Дюшор Олимп, а именно эта спортшкола назначена главным куратором объекта олимпийского размера, борется с подрядчиком по вопросам вентиляционного оборудования. Аппаратуру нужно было протестировать в течение 72 часов. Этого сделано не было. В итоге вышло, что есть разница между тем, что прописано в проектной документации и тем, что по факту имеется. Сложно это все с подрядчиком общаться. С одной стороны, он говорит, что мы все смонтировали и сдали объект. Он введен в эксплуатацию. Но мы, как организация, которая назначена эксплуатирующей организацией, нам этот объект не сдавали. Сейчас, я повторюсь, идет процесс приемки нас, как эксплуатирующей организации. И очень много недоработок. И такие просто элементарные вещи, то есть, например, датчики на вентиляции, они в наличии, ну, например, просто лежат там на воздуховоде. По идее, Олимп может устранить эти недочеты самостоятельно, заплатив за работу из своего кармана. Однако в случае поломки оборудования, оно уже не сможет подойти под гарантийные ремонтные сроки. Василий Емельянов, директор СДЮШОР, отметил, что на месте руководства бассейна не сидит. Буквально на днях состоится очередное совещание, где вопрос о дальнейшей судьбе техники будет вновь поставлен ребром. Тем временем учреждения уже опробовали при проведении соревнований. Пловцы, принимавшие участие в финальном первенстве округа «Веселый дельфин», высоко оценили новые мощности. Достойные отклики о мощности они получают и от тренеров, и от ребят, которые ходят в секции, желающих заниматься на длинной воде все больше и больше. У нас появилось много воды свободной. Также, так как бассейн находится в большом микрорайоне, где большие высокие дома, очень много детей желает заниматься, много новеньких детей приходит. Несмотря на то, что февраль месяц, в сентябре прошел уже набор, но все равно дети идут и идут. То есть, возможность работать есть, вода есть, желание есть, потому что все будет хорошо. В скором времени здесь закупят новое оборудование для тренировок. Впрочем, самое необходимое для спортсменов – длинная вода есть. Ольга Семенова, мастер спорта международного класса, дождалась объекта с необходимыми дорожками уже в статусе тренера. Сейчас идет набор в ее группы. Ольга отметила, что таких высоких спортивных результатов смогла достичь, пожалуй, благодаря частным командировкам. Где мы тренировались на открытом бассейне, по длинной воде. То есть, мы отсутствовали, наверное, 9 месяцев в году. То есть, тренировки проходили на выездах. Переехали на длинную воду и ребята, которые занимаются грибным слаломом. Раньше они базировались в «Дельфине», и на тренировках было тесновато. Простор даст возможность принять в секцию гораздо больше людей. Набор откроют в сентябре. Новые люди означают новые таланты, которые, возможно, когда-то прославят югру на весь водный спортивный мир. Мы насцелены на олимпийские награды. И вот это увеличение дистанции дает возможность увеличить спортивную подготовку в более лучшем, максимальном уровне. Поэтому мы сейчас стали, в данном случае, ближе к медалям. А теперь о посещении 50 метров обычными горожанами. На данный момент продано 210 абонементов на март. Доступны 6 временных окон для занятий. Екатерина Андрианова пришла в новый спорткомплекс впервые. Рассказала нам, что момента, когда объект заработает, дождалась нетерпением. В целом, впечатление положительное. Впрочем, без вно не обошлось. Единственное, что немножко омрачила, раздевалка. Что очень мало места, мало душевых. Они какие-то высокие. Хотя мыться надо как бы раздетым и некуда положить. Вещи свои, купальник, очки, шапочку. Душевые, кстати, планируют переделать. Завышенные поддоны, скорее всего, уберут. А вот другие посетители остались недовольны уровнем чистоты. Евгения слабко поделилась, что сама чаша бассейна, раздевалки ей понравились. Но в душевую зайти было страшно. Везде грязь и мусор. Через несколько дней сургутянка посетила бассейн еще раз. Ситуация не изменилась. Отказываться от посещения Евгения не собирается. Комплекс находится рядом с домом. Его открытие она ждала несколько лет. К тому же плавание ей необходимо для здоровья. Призвать обратить внимание на грязь она пыталась и других посетительниц. Но мало кто захотел вступать в конфликт с дирекцией спорткомплекса. Когда мы находимся там, там находится медицинский работник. Я у нее спросила, почему такой грязный пол. Она ответила, у нас клининговая компания убирает. Мы только открылись. Руководство бассейна принесло свои извинения и отметило, что строительный мусор, цемент и прочее уже убрано. Сейчас клининговой компанией осталось оттереть от плитки в душевых остатки специального раствора, который использовался при возведении объекта. Также в бассейне еще нужно разобраться с температурой. Она на несколько градусов выше нормы. А это уже возврат к вопросу о вентиляции, который мы поднимали в самом начале сюжета. Весь этот комплекс влияет на качество посетителей, которых пока не могут запустить столько, насколько рассчитан объект. Расширяться дальше просто я не имею морального права, потому что чем больше придет народу, тем больше мы получим жалоб. Поэтому надо сейчас объект довести. Василий Емельянов отметил, что им необходим еще примерно месяц. Все недочеты за этот срок планируется исправить. И тогда можно будет принимать 120 человек одновременно. Вместе с тем новый спортивный объект Сургута уже успел оценить Алексей Власенко, президент Федерации водного пола России. Он заехал в наш город во время визита в Югру в рамках Мировой лиги по этому виду спорта. Власенко новым бассейном остался доволен, отметив, что теперь в его планах значится проведение этапа Кубка мира по водному полу в Сургуте. Впрочем, главное довести до ума то, что есть сейчас. Если сургутские пловцы длинной водой не балованы, то спортсмены из других регионов России и международные уж точно могут провести объективный сравнительный анализ. Наталья Степанова, Дарья Давыдова, Сергей Коликов. Специально для телевизионного обзора новостей. Найден, жив. Эти слова, можно сказать, заветные для тех ребят, которые состоят в сургутском отряде поиск пропавших детей. Объединение, которое занимается, отмечу, по соглашению с полицейскими, помощью в розыске несовершеннолетних, ушедших из дома, было особо отмечено губернатором Югры Натальей Комаровой на сургутском этапе гражданского форума общественного согласия. Также ребята стали победителями в одной из номинаций премии «Гражданская инициатива». Проект уже рекомендовано тиражировать на все муниципалитеты Югры, потому как результаты достойные. За два года существования поиска пропавших детей были найдены больше ста человек. Впрочем, для начала волонтеры хотят обосноваться в своем отдельном помещении, где они бы могли проводить собрания и хранить вещи, которые необходимы при поисках. Мы встретились и поговорили с Андреем Айткуловым, руководителем объединения, который рассказал все подробности возможного переезда, а также о наборе волонтеров в поисковый отряд. Андрей, отряду поиск пропавших детей уже три года. Вы стали победителями премии «Гражданская инициатива» в номинации «Протяни руку». Получили грант. На что этот грант, собственно, направили? — Грант будет полностью реализован на деятельность отряда. То есть в первую очередь это будут куплены теплые костюмы, так как все-таки поиски у нас идут в условиях севера, и зима длится у нас долго. Также это будет принтер для печати ориентировок, ну и, конечно же, большое количество бумаги, канцелярских различных продуктов, скотч, ножницы и все остальное, что может пригодиться в распространении информации о пропавшем. — Ну так много собираетесь купить, где же это все хранить? Где вы базируетесь сейчас? — На сегодняшний день отряд находится на базе «Сибирского легиона», который предоставляет нам помещение для различных наших мастер-классов, собраний, ну и дальнейших каких-либо там проведений мероприятий. Но мы планируем уже вот в марте месяце получить помещение от администрации города, которое будет находиться на Лермонтовой и будет конкретно штабом нашего отряда. — Вы уже какое-то соглашение подписали с мэрией или пока только это все устные договоренности? — Ну, на сегодняшний день это устная договоренность, но это помещение, я там был лично, видел уже его, и здесь остается, я думаю, что только ряд формальностей, это документы, чтобы получить это помещение именно под нашу деятельность. — Андрей, ваша деятельность была особо отмечена губернатором Югры на недавнем форуме общественного согласия, который был в Сургуте. Поступали ли уже предложения тиражировать практику вот на весь регион? — Ну, сейчас первостепенная наша задача — это все-таки зарегистрировать отряд, потому что нам нужна организация, которая будет базироваться в городе Сургуте и уже передавать свой опыт в другие города, которые находятся в нашем округе. На сегодняшний день нам предоставили человека, который помогает и консультирует о вопросах регистрации отряда именно. И то есть после того, как будет зарегистрирован отряд как организация, уже, я думаю, что будут идти действия именно по тиражированию нашей деятельности. — Сколько у вас человек сегодня? — На сегодняшний день основных волонтеров — это порядка где-то 10-15 человек. Но большое количество волонтеров присоединяются на поиски, пусть не на все время деятельности отряда, но на несколько поисков, может быть, даже на несколько месяцев. А так, основной костяк — это 10-15 человек. — Ну, хватает вам вот этих ресурсов? — Этих ресурсов хватает вполне, чтобы быстро среагировать, быстро среагировать на поиски, что как раз-таки и нужно. То есть это проверить информацию о пропавшем полиции, в больницах, после этого сделать ориентировку и собрать информацию у родственников. Конечно же, выехать на сами поиски. Для того, чтобы это все сделать, того количества человек, которые есть на сегодняшний день, хватает. Но чтобы охватить территорию, на которой может оказаться пропавшая, этого, конечно, мало. — Вообще, как часто пропадают дети? — Ну... — И кто может быть в основном мальчики или девочки? И какой возраст? — Мы пытались сделать какую-то таблицу, какую-то статистику за вот те прошедшие два года нашей деятельности. Но сказать, что больше пропадает мальчиков или девочек, ну, сложно, потому что порядка где-то одинаковое количество детей. А возраст, начиная от 11, даже 12 лет, то есть дети уже... — Убертат. — То есть уходят из дома. Причины разные. Кто-то ищет каких-то приключений, самостоятельности, может быть. Где-то неблагополучные семьи, то есть дети ругаются с родителями, не понимают где-то. И то есть стараются как-то вот это все проявить именно вот этим уходом из дома. — Но вы не только ведь помогаете искать пропавших детей. И я в вашей группе ВКонтакте, например, очень часто вижу ориентировки по поводу взрослых. — Конечно. Само название «Поиск пропавших детей» — это название ассоциаций, в которой мы состоим. Но занимаемся мы как поиском взрослых, так и детей, участвуем в различных акциях благотворительных нашего города и устраиваем даже акции сами. Ну и, конечно, вот как губернатор оценила нашу деятельность, у нас есть очень большое направление в нашей деятельности — это профилактика. Профилактика уходов из дома, профилактика вообще безопасности жизнедеятельности, которая ведется в течение года, то есть все время без остановки. Различные акции, которые проводят самостоятельно именно отряд. — Вы приезжаете в школы и ведете беседы с детьми? — Да, у нас в прошлом году это были образовательные учреждения средние, то есть это наш колледж, Сургутский государственный университет. Я думаю, что вот в марте месяце встреча тоже будет проходить в Сургутском государственном университете. И в школах нашего города с детьми, конечно, это начальные классы. Точно так же ведутся беседы, рассказываются в правилах поведения и о том, какой человек все-таки плохой, какой хороший, и что нужно делать, если вдруг произошла такая ситуация. — А позитивно ли реагируют дети на такие лекции? Ведь, насколько мы знаем, наверное, подросток в пубертате, он несколько враждивно настроен ко всему окружающему. — Ну, у нас был опыт, когда мы читали лекцию для смены в Сибирском регионе, где как раз-таки был контингент очень разных детей, и возраст тоже был разный, начиная от 8, по-моему, 10 лет, и заканчивая 15-16 годами. И мы думали, на самом деле, что будет тяжело, потому что их было порядка 50-60 человек в одном зале разного возраста. Но как только мы затронули тему ухода из дома и познакомили их с нашей деятельностью, предложили сделать ориентировку самостоятельно, в зале стояла тишина, все очень внимательно слушали, и как только они могли сами что-то сделать, сделать ориентировку, либо, может быть, ответить на какой-то поставленный вопрос, они делали это с большой активностью, то есть им очень нравится, и они внимательно слушают эту проблему. Даже не кто-то говорит мысли по поводу того, вот если бы у меня, допустим, произошла такая ситуация, я бы помог, или, может быть, я бы рассказал, что-то сделал, то есть очень активно принимают участие вот в таких вот беседах. И если не получилось вычленить статистику по там, по лударебенка, который уходит из дома по причинам, ведете ли статистику по поводу того, сколько детей удалось найти? – На сегодняшний день у нас всего заявок через отряд, точно число не скажу, но точно более 150 уже есть, потому что в декабре месяце это было порядка 144, и очень большой ажиотаж, то есть набрал вот мальчик, который был на 25-м микрорайоне, сейчас у нас ведется поиск девочки в группе ВКонтакте, это все есть, женщина присоединилась к городу Нефтьюганска, то есть тоже была информация, что она есть в городе Сургуте. И, ну, ориентировочно у нас вышло, что детей порядка где-то 70-80 заявок было за два года, которые прошли именно через отряд. – И последний вопрос, если кто-то из наших зрителей хочет присоединиться к отряду, куда ему стоит обратиться и что для этого нужно? – Ну, основная группа наша – это социальная сеть ВКонтакте, называется «Поиск пропавших детей Сургут», и там либо написать в личные сообщения группы, где уже модератор, я лично могу увидеть это сообщение, либо там есть мой контакт Андрей Иткулов, пусть пишут без проблем, потому что сейчас как раз-таки наша группа перешла рубеж 8 тысяч людей, и каждую тысячу человек в группе мы ведем опрос, кто хочет стать волонтером. Сейчас в ближайшие дни запустится этот опрос, и любой, кто отвечает, что да, я хотел бы помогать, мы сами лично с ними свяжемся и добавим в чат волонтеров. – А есть какие-то требования к волонтерам? Возраст, социальное положение, наличие автомобиля, наличие принтера, наличие свободного времени и так далее? – Это не то, что требования, это, наверное, пожелания. То есть если у человека на самом деле есть принтер, и он может самостоятельно еще печатать ориентировки, это только плюс. Если есть машина, точно так же, то есть он может помочь более мобильно среагировать на поиски. А так вообще мы ждем всех желающих, то есть здесь какого-то такого ограничения нет, кроме того, что все-таки в первую очередь мы ждем волонтеров, которым уже исполнилось 18 лет, потому что все-таки несовершеннолетний, если он, то мы здесь опять же будем сами нести ответственность, и если вдруг с ним что-то произойдет на самих же поисках, там замерзнет или еще что-либо, ну как бы это будет не очень приятно. Поэтому в первую очередь, наверное, это все-таки совершеннолетний. А сейчас время для новостей культуры и все о самых заметных событиях в мире искусства знает наш обозреватель. Екатерина Любешева, ей слово. Спасибо, Даша, все расскажу через отбивку. Короткие юбки и четкие ритмы. Премьеру презентовал в Сургутской филармонии ансамбль барабанщиц и мажореток Дефиле Бэнд. Концерт объединил многие коллективы и вокалистов нашего города. Среди них оркестр духовых инструментов Сургут-экспресс-бэнд, ансамбль танца «Калинка». В праздничной программе прозвучали песни «Гусарский марш», «Зеленый свет», «Потому что мы пилоты», «Песня мушкетеров», «Карамболина», «У солдаты выходной», «Вперед, Россия». Последнюю композицию посвятили золотой победе наших хоккеистов на Олимпийских играх. Ансамбль Дефиле Бэнд раньше был известен как коллектив «Сургутяночка». Сменилось не только имя, но и расширилось амплуа. На торжественном вечере зрители увидели девчонок в образах милитари, русских красавиц и учительниц. Занимаются общественной работой на заслуженном отдыхе. Совет ветеранов Сургутского района отметил 25-летие. Юбилей организации провели в Федоровском. На торжестве общественникам вручили благодарственные письма и медали за самоотверженную работу с ветеранами и воспитание подрастающего поколения. За прошлый год организация провела несколько экскурсий для пенсионеров, фестиваль-конкурс, музыкальные мероприятия. По инициативе объединения появились несколько книг памяти о ветеранах Великой Отечественной, тружениках тыла и спецпереселенцах. Но ежедневная работа Совета связана прежде всего с реальной помощью одиноким пенсионерам. К этому они привлекают молодежь, власть и бизнес-структуры. Выстроить взаимодействие со всеми, кто может помогать пенсионерам, ветеранам, это великое умение. Такому умению сегодня современных руководителей учат в институтах и называется этот курс менеджмент. А наших ветеранов научила жизнь. Воспели город в картинах. В Краеведческом музее торжественно открылась выставка живописи новелла о Сургуте. В экспозиции более 30 произведений из собственного собрания. Это пейзажи, запечатленные с конца 19 века до наших дней. Хронологически выстроенные по содержанию полотна дают возможность не только получить эстетическое наслаждение, но и позволяют проследить исторические метаморфозы любимого города. Художники отмечают, что каждая картина, подобно новелле, имеет свой сюжет, своих героев, свою неожиданную развязку. Полотна кисти Райшева, Курникова, Горды, Бреславцева, Белова и Кочеткова можно увидеть в Краеведческом в течение марта и апреля. Люблю я город свой родной, его бульвары и проспекты. Люблю и в стужья, и в зной встречать сургутские разведки. Мне тоже в каждый уголок старинный дом, уютный двор, на слом собравшийся болок и гул веселых новостероев. В Югре стартовал 16-й фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». В его рамках проходят этнические лекции, театральные мастер-классы, дни индийской культуры. А главное – показы режиссеров-дебютантов. Практически каждый фильм представляет сам автор. Показы в рамках фестиваля проходят во многих городах Югры. В Сургуте фильм «Миры» представила режиссер Ольга Спиркова. Она отметила, что ее лента – «Кино для всех». Так, кстати, называется и программа, в которой она выступает. «Кино для всех» – это социальная акция, в рамках которой бесплатно показывают лучшие отечественные фильмы, посвященные адаптации в окружающем мире людей с особенностями, их силе духа и воле к победе. В своем фильме Ольга раскрыла миры театра «Питершет», в котором все актеры – люди с особенными потребностями. «Мир олимпийской сборной» по адаптивному парусному спорту, а также «Мир одного художника» Александра Че. Автор считает, что ее дебют удачный, хотя есть над чем поработать при создании следующей киноленты. Когда я в 2015 году создавала этот фильм как отчет моим героям, я в первую очередь благодарила тех людей, к которым я обращалась за финансовой поддержкой. Я благодарила, что они не помогли, потому что, если бы они на том этапе помогли, не получился бы этот фильм такой очень важный, честный и искренний. И последняя новость дайджеста. Сургутская команда КВН «Борцы» прошла в четвертьфинал высшей лиги. Об этом стало известно в первый день весны по итогам третьей, одной, восьмой финала. Мы будем держать вас в центре событий. На этом у меня все. Я желаю вам только культурного досуга. До встречи в эфире. Завершат выпуск рекламы и прогноз погоды на предстоящую неделю. Я желаю вам только хороших новостей. До встречи на наших каналах. В салоне кожи и меха Солени Коллизионе супер скидки. До 70% на зимнюю коллекцию и до 50% на новую весеннюю. Рассрочка 0%. Солени Коллизионе. Торгово-развлекательный центр Ситимол рядом с ОБИ. Компания «Жалюзи». Жалюзи всех видов. Карнизы для штор, замеры и установка. Изготовление за один день. Теперь мы еще и по новому адресу. Улица Геологическая, 9. В торговом центре «Славянский». Телефон 333321. Торговая марка «Ринго» воплощение роскоши. Чистейшие бриллианты и редкие драгоценные камни. Дизайн каждого изделия, произведение искусства. Обновленные коллекции наследия, кристалл, грезы и другие завораживают. Выбирайте лучшее и эксклюзивное для своих любимых. Ювелирный салон «Ринго». Ваши фамильные драгоценности. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Новый микрорайон. Ваша новая жизнь. Стартовали у продажи квартир в новом 42-м микрорайоне Сургута. Стоимость готового жилья от 1 миллиона 750 тысяч рублей. Экономия на ЖКУ до 30%. Звоните прямо сейчас в отдел продаж по телефону в Сургуте 600 190. Приезжайте по адресу улица Тюменский, тракт 2 дробь 1. Компания Сипромстрой. Добро пожаловать домой. Первое в Югре реалити-шоу «Баттл Бизнес». На городском телеканале «Сургут-24». При поддержке администрации Сургута и Сургутской торгово-промышленной палаты. Большой ассортимент мебели для дома и офиса. По низким ценам и с хорошими скидками. Евро-офис. На Островского 26-3. Радио «Дача». Музыка нас связала. Телерадио компания «Сургут-Интерновости» представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на предстоящую неделю с 5 по 11 марта. Здравствуйте! В студии Инна Павлев. Атлантический циклон в начале недели станет доставлять к берегам обе согретые воздушные массы. Пик потепления придется на среду, затем снова резко похолодает, но уже в выходные в регион прорвется новый облачный циклон с Атлантики. В начале недели облачно с прояснениями. Временами снег. В понедельник утру минус 14, минус 19. После полудня на 11 градусов потеплеет. Во вторник температура ночью 11-16 мороза, днем минус 3-8. В среду временами снег. Ночью и днем от 3 до 8 ниже нуля. В четверг кратковременный снег. На столбиках термометров минус 18, минус 23. Днем на 3 градуса выше. В магазине Домашний погребок большой выбор самоваров от классических до расписных, а также продукты для изготовления праздничных напитков. Дрожжи, натуральные ароматизаторы, дистилляторы, бочки. Домашний погребок. Торговые центры Агора и Богатырь. Магазин Домашний погребок поздравляет милых женщин с праздником 8 марта и дарит скидку 10% на самовары. В пятницу осадки прекратятся. Ночью мороз усилится до 27 градусов. Днем 9-14 ниже нуля. Выходные и субботы и воскресенье снова снегопады. К утру 10-15 градусов ниже нуля, а днем на 3 градуса выше. Я кукла Валюша. Со мной покушай и сказку послушай. Поиграй, покачай, амперс поменяй. Кукла Валюша моя игруша. По суперцене уже в Карапузе. Всегда радостные покупки для детей в магазинах Карапуз. Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам комфортной погоды в вашем доме. Будьте здоровы. До свидания. Продолжение следует...